Я когда-то трактора заводил, но я так понимаю, что это, ну, тут стандартный двигатель 385ВТ. Как он работает, все прекрасно знают. Я просто показываю, друзья, это магазин Мини Трактор, наш YouTube канал, и новая моделька пришла. Действительно интересно, действительно анонсирую, что новая, она как бы не новая, она и старая, она была в том году. Это все мои любимые 244 Нью. Прелесть его основная в том, что тут редукторный мост. Передний редукторный мост, задний мост намного прочнее, чем в аналогах таких, там, 254-й была, там, или ТНТ-шка та же. Смотрите, показываю, реально стандартный, абсолютно 24-шный редуктор здесь. И, естественно, полный привод. С остальных всех фишечек этого трактора, то, что тут идет 8-ступенчатая коробка передач, то бишь 4 повышенных, 4 пониженных вперед, 2, соответственно, назад. Отдельным рычагом включаются пониженные, повышенные передачи. Вот как выглядит трехточка. Вот как выглядит трехточка. Одно скоростной вал отбора мощности, стандартный тоже, 24-шный мост. Да, он мог бы быть мощнее. Задний мост мог бы быть круче, как в ДВшке. Но это, друзья, узкоколейный трактор, то бишь ДВшка АНТ идет шире. Сравнивать эту технику вообще, в принципе, не стоит. И на свою габарит, на свою ширину этого моста вполне, в принципе, как на мой взгляд, хватает. Единственное, что здесь приборочка дешманская. Абсолютно вот эти датчики бывают у людей, выходят из строя фактически сразу, потому что это есть такой, ну, кто знает, ставят какие-то советские и горе не видать, как говорится. Ну, и, соответственно, остальная беда, стандартная кузовня, стандартные крылья декоративного характера, потом капот тоже, тут ребер жесткости не хватает, катастрофически. По соответствующей вибрации вот этой фары вы можете это дело наблюдать. Но, как говорится, трактор берут не для красоты, не для удобства, а для работы. И для работы тут есть все необходимое. Это, повторюсь, мощная ходовка на своего лошади, да? Это, повторюсь, коробка 8 плюс 2. И это 24-сильный 385 ВТ, всеми любимый двигатель. И это трактор за 5. Плюс-минус. Друзья, подробнее цены есть на сайте. На нашем сайте minitractor.ukr есть более детальные цены на всю технику. Либо же можете их уточнить у телефона, по номеру телефона, у консультанта. Вот, скажем так. Я совершил посадку. Я сел с задницей на зип. Но это ничего, друзья. Я сделал вид, что этого не было. Вот как выглядит рабочее место. В принципе, как и в Буате 250, в четвертом я сижу. Тут место между ног у меня не такое большое. И оно утыкано рычагами карабаса. Это не сильно удобно. Плюс низкая платформа. Вот эта вот сама коробка, она очень высоко. И вот переступать, спускаться. Очень надо аккуратно. Всегда главное ездить на таком аппарате трезвом. Дабы, когда ты спускаешься или ты садишься на него, будучи в нетрезвом состоянии, можно легко зацепиться за педаль и разбиться голову о землю. Я лично не проверял, так я не употребляю алкоголь. Но я в теории предполагаю, что такой вариант возможен абсолютно. Вот даже с лази. Я цепляюсь за сцепу и просто совершаю пике. Пике в трампунт, скажем так. По эргономике. Некоторые моменты они продумали и пустили магистрали выше, дабы они не были там ниже самой нижней точки. Самой нижней точкой трактора является редуктор переднего моста и кардан. Соответственно, клиренс у него невысокий, потому что колесо 6,5. Тут колесо тоже 9,5. Это не на широкой резине. Но, тем не менее, снизу я сейчас вам покажу, друзья. Вот мне нравится этот трактор. Хоть убейте. Вот, соответственно, все магистрали уйдут ввысь, вверх. Но вот тут вот с гидрачом какая-то беда случилась. Видимо, вот здесь можно что-то, в принципе, чисто в теории оборвать. Есть защита цилиндра гидрача, естественно. Есть стандартный, по-моему, 80-ка тут стоит о ком. Ну и, в принципе, кузов и крепление на, допустим, какую-то лопатку, небольшой отвал. Переднюю вполне себе пойдет. Задний груз 40 кг, 37 кг. Передние грузы заносят, скорее, тоже декоративный характер, потому что тут всего 40 кг, по 10 кг, 4 кг. Они маленькие, я бы поставил его больше. Вот, оптика и дизайн абсолютно стандартный, Сентаевский, не менялся он с 2017 года. Чуть-чуть другая решетка радиатора, такой вот дешевый, пластик, который, естественно, может сразбиться. И от нагревания на солнце тоже со временем с ним происходит беда. То бишь, я больше за, вот даже за шифинга в этом плане. Но это дизайн, друзья. Это дизайн, это мелочи, это херня, это на самом деле нафиг никому не надо. Вы смотрите на эксплуатационные характеристики, вы смотрите на мотор, на ходовую, на коробку, на трехточку. Все. Это все, что нужно в таком классе, дешевом тракторе, это все, что нужно. Если хотите что-то круче, смотрите на Донуфенга, смотрите на Джинму, смотрите на там шифинги 244-й Цэшки. Это самый дешевый, с такой вот ходовкой, трактор. Это реально за такие деньги, по его параметрам, очень классное предложение. Вот просто топ. Плюс это 19-й, уже новый, 19-й год. Абсолютно. Беспростое, видите, 12-й месяц 2018 года, это дата выпуска в Китае. Соответственно, он еще пулык нам, плюс 3-4 месяца. Вот, они только-только, друзья, пришли. Новенький, из Сентай 224 Нью, XT224 Нью. Друзья, только эксклюзивно у нас, скорее всего, еще в тысячах магазинах по Украине, но... Друзья, аппарат вполне себе достойный. За свои деньги.